Промышленность Курганской области за последние месяцы радует устойчивым ростом производства. Об этом сообщает Департамент промышленности, транспортосвязи и энергетики области. Так, индекс промышленного производства только в сентябре 2015 года к августу того же года составил 133,4%. Этого показателя удалось добиться за счет роста объемов производства продукции у ведущих промышленных предприятий. Среди таковых оказался НПО «Курган-прибор», который наращивает объемы спецпродукции, выполняя оборонный заказ. Подробнее об этом далее. Курган-спецарматура, выполняющий заказ по оснащению новых атомных электростанций. АК-синтез, увеличивающий объемы за счет выпуска новых лекарственных средств. Курган-машзавод, выполняющий гособоронзаказ по производству боевых машин пехоты. ШААС, освоивший модернизацию маневровых тепловозов. И Курганские прицепы, которые за счет повышения качества и снижения себестоимости увеличили выпуск легковых прицепов. Курганский завод из КТБ «Курган-прибор» в этом году похвастал самым современным и дорогостоящим оборудованием. В числе такового и универсальный станок, единственный в России, созданный по расчетам руководства. Ведь одно из основных направлений предприятия – точно механо-сборочное производство. Каждая деталь идеальна до миллиметра. И если часть обычных корпусных деталей создается руками людей, то выточкой изделий для более сложного оборудования занимается тот самый универсальный станок. Главная гордость Курган-прибора. Мы, скажем так, таким совершенным, достаточно сложным и специфичным оборудованием перекрыли потребность предприятия в изготовлении группы достаточно сложных деталей, которые раньше просто не по зубам нам были. Сегодня этот станок позволяет за короткое время создавать детали, имеющие максимально жесткие требования точности. Еще одна из его заслуг – без видимых проблем он изготавливает не только внешнюю резьбу, но и внутреннюю. Похвастать таким достижением могут далеко не все европейские производители. В то же время Курган-Дармаш в этом году похвастал новыми машинами, которые стали для завода-гигантов вторым дыханием. Одной из таковых стало новое изобретение завода – лаповый снегопогрузчик. Эта первая машина уже идет по контракту на Кантемансийский округ. Есть заказы уже на Архангельскую область и на Санкт-Петербург. Поэтому в этом году минимум еще мы две машины сумеем сделать, но уже времени мало. В общем, мы рассчитываем делать штук 20. На этом Курган-Дармаш не собирается останавливаться. В этом году установлено тесное взаимодействие с автовазом «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. У них появилось новое семейство автомобилей «Газон-Некст». Производить симпатичную машину будут в Кургане. И именно этот проект был назван новым дыханием Дармаша. На предприятии «Далур» Далматовского района, которое занимается освоением минерально-сырьевой базы Зауральского ураново-рудного района, решается вопрос о создании технопарка. Ознакомившись с производством предприятия, перспективами развития, губернатор дал поручение руководству Департамента промышленности, транспортосвязи, энергетики области совместно с Департаментом экономического развития, торговли и труда и управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связи в самое ближайшее время рассмотреть возможность создания технопарка на базе компании. Данная компания входит в 15 крупных промышленных предприятий, которые располагаются на территории Курганской области. Мы сегодня вместе все посмотрели с вами технологический процесс добычи урана. Абсолютно экологически чисто, безопасно. Это еще раз можно подтвердить с полной уверенностью, что и у жителей Курганской области, и у всех тех, кто работает на добыче и производстве, все, что происходит на данной компании, это абсолютно безопасно, это самое главное. Мы сейчас посмотрели и послушали короткую презентацию директора компании «ДАУР», где нам коротко, ясно было, ясно о перспективах развития данной компании. И мне понравился один пункт, что на следующий год, 2016, запланировано только налоговых отчислений больше на 200 миллионов рублей. Там же в этом году состоялся торжественный выпуск нового производства – системы сушки концентрата природного урана. Еще одно явное достижение промышленности Курганской области – в октябре этого года Курган-Химаш приказом Минпромторга Российской Федерации был включен в перечень организаций, оказывающих значительное явление на промышленность. Теперь производство имеет право воспользоваться мерами государственной поддержки промышленности. В частности, это возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств и на финансирование текущей производственной деятельности. Также ранее в перечне организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, были включены зауральские предприятия Курган-Стальмост, Шадринский автоагрегатный завод, АК «Коровет» и зауральский кузнечно-литейный завод. Синтез, внесенный в перечень системы образующих организаций, утвержденный на заседании Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 5 февраля 2015 года, уже воспользовалась данным видом поддержки и получает субсидию из федерального бюджета. Илья Урванцев, Евгения Волкова по материалам информационного агентства Курган.ру